приветствую вас дорогие друзья пусть бог нас благословит рад сегодня этой возможности открывать слово божие делиться мыслями с вами пусть они помогут эти откровения вам как они помогают мне сегодня я хочу поговорить на такую злободневную тему понимание воли божьей многие из нас мы уже знаем как верующие есть воля божия которая касается в общем нас есть воля божия которая касается непосредственно нас потому что бог не смотрит на всю землю как на общую на общее человечество хотя он смотрит и так но то что меня радует и меня ободряет это то что бог в в этом народе видит каждого из нас индивидуально и у каждого и и для каждого у него есть его воля иван ли от и она 7 глава 17 стих кто хочет творить волю его тот узнает об этом учении от бога ля ну или я сам от себя говорю знаете очень содержательные слова иисуса которые он сказал в определенное время и сегодня точно так же она она актуальна каждый кто хочет исполнить волю бога бог обязательно откроет ему то что он имеет в отношении него знаете я хочу коснуться сегодня нескольких таких мыслей но очень кратко есть некоторые люди которые ревнуют о том чтобы воля божия для них открывалась но когда они молятся там господи открой мне свою волю они видят в этом свои планы то есть другими словами это звучит так господи благослови мою волю и пусть будет в этом твоя воля поэтому к сожалению будет большое разочарование почему я почему я об этом говорю по одной только причине этот кризис веры я точно также пережил в своей жизни временами по ходу нашего духовного возрастания мы сами определяем для себя кем бы мы себя хотели видеть у нас есть какое-то понимание успеха и у нас есть какое-то понимание комфортной своей зоны и естественно когда мы о чем-то начинаем ходатайствовать о чем начинаем просить у нас есть какой-то образ и мы думаем о господи открой мне свою волю и я думаю что она обязательно совпадет с тем что я увижу я знаю что в большинстве случаев то что происходит происходит разочарование это точно так же как в моей жизни я видел себя в определенной роли но когда бог начал не открывать этому вам это не мое я не это не не мне это не может быть дано мне какой-то момент даже в моей жизни был такой духовный конфликт с богом я пытался переубедить его в том что воля божия вот она твоя воля она должна заключаться именно вот в этом но по милости бога то что произошло пришлось смириться и принять то что он имеет для меня поэтому сегодня сказать имеют то что я имею то что бог дал лично в мою жизнь можно смотреть на жизнь апостола павла бог его призывает и он открывает ему свою волю о том что ему придется много пострадать за христа я думаю что сегодня если бы бог кому-то открыл и дал понимание на его призвание о тебе надо быть мучеником ты должен быть ты должен пострадать естественно у многих бы возник бы вопрос а воля божия ли это вообще поэтому апостол павел горит когда я получил откровение не стал советоваться с плотью и крови почему потому что плоть и наша душа она имеет свои виды она имеет свое понимание не всегда воля божия она привлекательна для нас очень часто для того чтобы войти в волю божию нам надо приложить усилия нашей веры сделать этот шаг к тому куда бог нас призывает это что он от нас ожидает я верю что не все будут пастыря как я есть другие множество разных даров множество разных мест в котором бог каждый из каждого из нас видит видит страну видит служение видит работу видит место там где мы должны находиться видеть с тем с кем мы должны прожить свою жизнь видит то в какой церкви мы должны находиться поэтому против воли бога против воли бога мы можем восставать и дьявол естественно он заинтересован в том чтобы мы не оказались в том месте в котором он мы мы должны оказаться вот почему очень много много таких духовных атак которые приходят в нашу жизнь для того чтобы мы оставили то место в котором мы должны находиться или это момент обиды или это момент разочарования или какие-то другие чувства которые пытаются нами руководить поэтому есть необходимость вспоминать апостола павла я не стал советоваться своей плотью и кровью и сегодня апостол павел для нас является большим благословением когда мы смотрим на его послание мы смотрим на его жизнь и для многих людей это хорошее такое ободрение в в ихнюю ли личную жизнь точно так же и сегодня когда мы можем можем видеть люди которые сражаются за свое призвание которые сражаются за то чтобы остаться в воле божьей прикладывая усилия проходя какие-то трудности эти люди они всегда становятся благословением всегда мимо этих людей бог никогда не пройдет и всегда благословит мы даже вспоминаем иисуса когда он был в гефсиманском саду и те мучения которые ему пришлось пережить как слова жарит он у него даже кровь потом выделялась почему-то что внутри внутри него было были такие переживания было такое внутри у него баре не но его его уста озвучили такую мысль пусть будет твоя воля а не моя он знал самого начала что его ожидает он знал что крест на котором он должен оказаться это путь к той славе которую в которую он должен войти для того чтобы стать благословением для всего человечества поэтому кто хочет творить воли его тот обязательно ее узнает тот обязательно будет знать то что бог имеет в отношении него и не стоит бороться против этой воли не стоит противиться а есть необходимость просто принять может это привлекательно а может это не привлекательно но согласиться с тем господи это твоя воля я должен быть я должен это делать я должен принять ту силу и славу которую ты имеешь сегодня для меня поэтому пусть бог благословит и поможет каждому из вас управить свою жизнь на те пути на которых бог желает вас видеть во имя иисуса аминь